МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представьте, что вы приходите в театр и видите на сцене историю о самом себе. Страхи и чаяния, надежда и сомнения. Все это, как звуки джазовой композиции, дополняет друг друга и существует на подмостках 5 минут. Ровно столько идет представление. Это плейбэк-театр. В переводе с английского плейбэк означает воспроизведение. Первый раз пришел, рассказал историю и был вообще, если честно, шокирован. Так как мне сыграли ее, настолько это было тонко, настолько это было глубоко. Я такой сижу и думаю, где же они вообще... Я рассказал такой минимум, а они мне сыграли тут практически всю мою жизнь. Где же они это все взяли? Это так быстро. Они же меня в первый раз видят. Это очень часто бывает. Все так могут на самом деле. Если просто вот уберут эти все свои шуры, фильтры, которые обычно у нас уже тут социальными взаимодействиями накоплены, и будут чувствовать то, что чувствуют на самом деле. И у них будет тогда адекватный опыт только возникать. Четыре актера на сцене, рядышком аккомпаниатор с синтезатором или гитарой, немного символического реквизита и ведущий, предлагающий любому зрителю открыть свой внутренний мир. Можно рассказать про тревожную ситуацию, смешной случай, нереализованную мечту, проблему в семье или на работе, нечаянно подслушанный, но запомнившийся чужой разговор. Люди, как правило же, они, ну, никогда банальную историю рассказывают. То, что их, как правило, тревожит там, или их волнует. Поэтому и все, конечно, истории, большинство, они достаточно яркие такие. Человек рассказал историю. Он пропустил через себя. Это определенно какая-то его внутренняя энергия, да, то есть какие-то его вот определенные качества, да, то есть что-то внутреннее его, да, то есть и каждый актер какой-то вот его вот части присоединяется, да, то есть и он как-то, ну, сам идет. Это же все равно какая-то внутренняя энергия человеческая. Это его такое заявление, вот я есть, да, то есть он через эту историю говорит, что я есть. Ведущий, внимательно выслушав, задаст два-три уточняющих вопроса и даст знак сидящим на сцене четырем исполнителям в черном. Без репетиций, без единого слова артисты встают с мест и показывают вам вашу историю. Иногда вы видите то, о чем намеренно умолчали и ощущаете себя, как на сеансе психотерапевта. Ну, просто обычные люди такие же. Вот вы смотрите меня тоже, что-то видите, знаете, понимаете, что-то чувствуете, вот, и любой другой человек тоже. Мы все друг по другу все знаем, мы понимаем и чувствуем. Ну, по-моему. Вот. Просто что-то мы хотим воспринимать, а что-то нет. Он же рассказывает не только словами. Он интонации рассказывает, он паузами рассказывает, он позы свои рассказывает и движением пальцев. И тем, что перестает смотреть в какой-то момент. Ну, вот ему показывают. Тоже вот. Для нас может тоже время от времени смотрим в зрительный зал на рассказчика, и он что-то же нам тоже сигналит. Ну, как правило, это спонтанно происходит. Не могу я сказать, что страшно или не страшно. Выходишь, и уже, как бы, это из тебя идет. Не вот так вот, что ты выдумываешь. Бывают какие-то у нас формы, для которых нужно подумать. Но, как правило, все так это происходит, так изнутри. Все выходит, чувствуешь. Вот как чувствуешь, как тело тебя потянуло к чему, то и нужно делать. Собственно, у нас все, везде театр, он на теле, конечно, через тело. Ну, вот как говорит он, в общем-то, надо его прислушиваться именно к этому. Плейбэк-театр – это спонтанность и импровизация на заданную вами тему. А есть такое понятие, как эмпатия. То есть к человеку присоединяешься. То есть присоединяешься, он рассказывает, и ты уже в этот момент так присоединяешься, да, то есть чувствовать начинаешь, да, то есть что на самом деле там, да, то есть какие-то его чувства, эмоции. Что-то он, допустим, проявил, а что-то где-то там осталось. И очень часто люди говорят, ой, я этого не рассказала, вы сами сыграли, потому что, ну, это все равно, то есть она энергия идет, и ее невозможно контролировать. То есть просто вот то, что ближе, то и отзывается, и оно как-то вот идет, идет. И просто держишь, ну, какие-то формы, то есть у нее есть определенные, у каждой формы правила, да, то есть как-то определенно выйти, что-то вот в каком-то порядке. Есть, соответственно, партнеры, которых тоже нужно учитывать, потому что мы же не согласовываем, то есть как-то, ну, вышли, пошли. Ну, то есть, а нужно, чтобы это как-то вот слилось в единую какую-то картину. Но спонтанность представления обманчива. У актеров есть специальные формы – скетч, опера или пластический этюд. По литрам, когда историю последовательно показывают четыре актера, ну, вот выделяется какой-то один кусочек, второй, три, ну, как бы начало, развитие, кульминация и финал. Потом есть форма, вот, когда играются чувства, когда вот такая история с ты то и сё, и почувствовала, и подумала, и вот случилось. И вот это всё одновременно, и человеку хочется посмотреть как-то одновременно. Вот, и тогда актерам могут показать это, когда вот как бы из одного дерева вырастают разные вот эти веточки, тут одно чувство, там другое, тут третье. И всё это одновременно движется, и человек это всё сразу получает. Все зрители тоже на это смотрят, они и слышали историю, и потом это всё увидели, а у них ещё и своя картинка есть. Противоположность или пара, или абимволентность ещё называется. Вот, когда есть какое-то противоречие, типа, люблю и ненавижу, хочу, не хочу. Вроде бы да, а в то же время совсем нет. И вот у человека, ну, нет возможности решить, как же всё-таки, так или эдак. Вот в истории это звучит, и тогда мы можем просто усиливать вот эти вот противоположности, всё сильнее, сильнее, сильнее. Ну, и стараться, конечно, не разрешать их на сцене, а позволь человеку как-то самому это всё, да, домыслить, дочувствовать. То есть у нас в прошлом летом отдыхали иностранцы, тут с нами как стажировались, и мы их решили позвать, познакомиться с плейбэком. И они нам начали рассказывать истории на английском языке, и за счёт там переводов, видно, какой-то мой раз там сыграли, а она говорит, для меня такая трагедия была, она там, короче, заблудилась, и никто с ней не может по-английски поговорить в нашем городе. И для неё действительно был такой шок, то есть она прям вот расстроилась, а мы в какую-то весёлость сначала сыграли. Она, это не моя, говорит, история, вы что говорит кто-то, я же, говорит, я же плакала, говорит. Чтобы не получить самому психологическую травму от рассказа зрителя и сопереживания ему, у актёров плейбэка есть некоторые правила безопасности и душевной гигиены. Нас спасает ритуал, те же самые формы, то же самое, да, нейтральная позиция, пока мы слушаем историю. Мы вот сами по себе слушаем, воспринимаем, ищем себе отклик, играем, потом садимся на стул, и мы опять сами с собой, а история осталась на сцене. Жанр плейбэк театра изобрёл американский психолог Джонатан Фокс. В Непале он увидел местный театр, сочетавший ритуалы и разговорный жанр. Вернувшись в США, Фокс организовал первую в мире плейбэк-компанию. Сейчас Международная ассоциация плейбэк объединяет 400 театров из 50 стран. Основатель Самарского плейбэк-театра Наталья Клочкова 15 лет проработала в Москве школьным учительом физики. Педагогический опыт подтолкнул к увлечению психологией, а затем и к получению второй профессии. Случайно попав на представление столичного плейбэк-театра, Клочкова загорелась идеей организовать такую же труппу в Самаре. Откликнулось 18 человек. За пару лет через коллектив прошло полсотни, а сейчас в составе осталось 8 актеров. Тут же как бы это еще и психологический театр, да, то есть еще и как бы прорабатываем себя здесь. Вот. Ну, ноги не выдерживали такой проработки, видимо. Уезжали вон в Уран-Урал, посидев в горах, приезжали и говорили, что нет, я больше не буду играть в плейбэк-театре. Или там некоторые уходили в стихии сейчас пишут, плейбэк для меня. Не, ну, каждый по-своему как-то так раскрылся. И хотя актеры плейбэка не считают себя профессионалами, но в отличие от самодеятельного театра, здесь на сцену может выйти только подготовленный человек. Будущему актеру плейбэка нужно пройти программу тренингов не менее 180 учебных часов. Почему профессиональные актеры не идут в плейбэк? Отчасти из-за того, что, да, реальных денег тут редко можно заработать. По крайней мере, пока у нас в стране. А за рубежом есть примеры успешных театров. Мы тут ни в коем случае не оказываем технические услуги. Если вдруг спонтанно получилось, ну, извините. В чем, в принципе, вот вся соль плейбэк-театра, да? Помочь людям найти что-то общее друг с другом, хотя бы на время перформанса. Семь часов, чистим зубы, умываемся, чтобы еще придумать. Их же надо занять. Зубы детей не надо занимать. Детей надо занять. Не надо никого занимать. Как же так? Так, а по рункам. Все должно быть по рункам. Без правил никак нельзя жить. Почему? Без правил. Очень даже. Невозможно. Это связывает руки.